Томский беспредел Настоящий генерал И он вышел из своего автомобиля Когда я ему представила, что здесь эти мечи находятся Он вышел и сказал, что примет всех Более часа длился разговор с Александром Ивановичем Мы обсуждали не только проблему Томска Мы заявили о том, что для того, чтобы восстановить наши нарушенные права Требуется срочно убрать руководство Томска Следственного управления Следственного комитета Толитвиненко Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату Если вы столкнулись с беспределом в суде Если вы испытываете незаконное уголовное преследование Если вы встретились с произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию То есть мне почти угрожали тем, что будут некие репрессии Если мы вот этим вот начальникам в Следственном комитете Расскажем о бездействии регионального Следственного комитета Доведенные до отчаяния ситуации в своем городе Они приехали искать справедливость в столицу Только тут, по их мнению, могут помочь разгрести то коррупционное болото В который превратили Томск некоторые представители его власти Мы приехали из Томска для того, чтобы донести до Бастрыкина Что в Томске творится, какая коррупция Коррупция в регионе колоссальная Коррупция начинается со школы Переходит на муниципальный уровень Переходит в область Далее встреча продолжилась в приемной председателя Следственного комитета На ней жители Томска рассказали Кому на самом деле служит закон в их городе И кто использует данную им государством власть в своих целях В отношении меня очень простые шаги На основе фальсифицированных документов И решения коррупционеров из судов Я признан банкротом У меня такая же проблема, наверное, как и у моих коллег Мошенничество в судах В судебной системе, в правоохранительных органах В ОМВД, то есть и в Следственном комитете И государственных структурах В небольшом сибирском поселке Нового Сибиряна, Каргасовского района На сегодняшний день творится беззакон, беспредел и коррупция В огромных размерах Мы сегодня с генералом Бастрыкиным говорили о том, что в Томском, как минимум Следственном комитете, срочно необходимо делать ротацию кадров Начиная от тех следователей, которые возглавляют особо важные отделы Являются следователями по особо важным делам Заканчивая руководителем Следственного управления Мы сегодня напрямую сказали Десять лет Федосееву компасирует мозг Не генерал Литвиненко, который мне год назад клялся, что он там все сделает для того, чтобы исправить эту ситуацию Никто либо другой палец о палец не ударил Ситуация с коррупцией в Томске вылезла наружу и стала публичной После того, как бывший руководитель областного управления по борьбе с экономическими преступлениями полковник Константин Савченко Был задержан в феврале 2016 года при получении взятки от томского предпринимателя Андрея Кривошейна Он просто устал от постоянных поборов полицейского начальства города Далее полицейский был приговорен судом к 7,5 лет лишения свободы Соответственно, арестовали только Савченко, Митрофанов ушел в отставку До сих пор ходит у нас в свидетелях Хотя он взял больше, получил взяток от Кривошейна И Кривошейн сдал его, его жену, его сына Тимофея Сдал полностью, об этом мы узнаем в средствах массовой информации Сдал полностью всех, что они брали у него взятки в огромном количестве, больше, чем Савченко Но он до сих пор свидетель Далее и в отношении Андрея Кривошейна, главного обвинителя местной полицейской власти Было заведено уголовное дело с обвинением в незаконной банковской деятельности Кто-то так сильно хотел его сшить, что особо не выбирали методы Вот рапорт, что был написан в рамках уголовного дела Константина Савченко В нем говорится о незаконном обналичивании денежных средств с помощью фирмы «Меридиан», которой якобы владел Кривошейн Однако на деле предприниматель никогда никакого отношения к данной организации не имел Что подтверждается официальными документами Была ли это месть или предупреждение остальным, так сказать, подопечным предпринимателям, сказать трудно Возможно, и то, и другое Велик соблазн предпринимателя, который использует набор компаний Попытаться к его бизнесу, скажем так, притянуть То, что называется фирма «Однодневки» и так далее И все это преподнести, как что мы обнаружили некий финансовый, какой-то такой теневой ингломерат И так далее, и так далее Действительно, и то, что это год уже идет, ну, на мой взгляд, дело расследуется На мой взгляд, это повод, прежде всего, для органов прокуратуры Более детально проверить законность проследования данного уголовного дела Следуя из показаний Андрея Кривошейна Генерал Митрофанов принимал непосредственное участие в преступных схемах Томска Но, несмотря на это, спокойно гулял на свободе в качестве свидетеля А Следственный комитет по Томской области и его председатель Владимир Литвиненко Не торопились менять его статус Кстати, Литвиненко и Митрофанова связывают давние дружеские отношения А, возможно, и деловые Или как можно объяснить, что уголовное дело, где фигурировал генерал 16 октября 2017 года, было закрыто? Действительно, на мой взгляд, довольно-таки странно Исходя из всех событий последних нескольких лет в Томской области Почему уголовное дело в отношении господина Митрофанова так и не пришло к своему логическому концу На мой взгляд, с учетом того, что его подчиненный уже осужден И дает непосредственные показания на своего начальника В то время как сам господин Митрофанов оказался вроде как неудел Странно, действительно, странно На мой взгляд, данное событие требует пристального внимания со стороны вышестоящих проходительных органов Не возбуждают, я полагаю, что прикрывая Митрофанова А если учесть, что у нас Митрофанов, вернее, не он сам, а его жена Самый крутой предприниматель у нас вообще И Митрофановская семья у нас самая богатая семья полицейских Непонятно, каким образом заработав эти огромные богатства Тем более в лесной области они занимаются этим бизнесом, его жена То, соответственно, не начинаешь понимать, откуда растут ноги и уши То есть, соответственно, если не возбуждается уголовное дело, значит, за это было занесено Хождение томичей по высоким московским кабинетам не закончилось приемной Александра Бастрыкина С теми же проблемами они зашли и к уполномоченному представителю по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой Тема разговора была такой же Как закон в Томске используется власть имущими для личного обогащения А там у вас в Томске вообще эта трудовая порога, я бы заметил Там, скорее всего, учились где-то вместе, где-то еще вместе Какой-то вот это общество Да, вот какой-то... Я считаю, это не права, митрофановская команда Савченко уволили, а мне так кажется... Он приезжает к вам, значит, вас помещало В конце октября в Томск прилетел ревизор из Главного Следственного комитета России Руководитель Главного управления процессуального контроля Центрального аппарата Следственного комитета России Григорий Житинев Заставив прилично попотеть местных чиновников Понимавших, чем для некоторых из них это может закончиться Надо их всех увольнять без жалости, без состраданий Просто гнать и все Вынес незаконное постановление об отказе и возбуждении уголовного дела Все, лишился звездочек и своего места Просто, легко и просто Зачистить всех, не одного человека, как митрофанов был А всю команду убрать, всех подчиненных его убрать Всех его заместителей убрать Проведя прием жителей Томска Представитель ведомства Александра Бастрыкина улетел в Москву Пообещав тщательно разобраться со всеми полученными жалобами А закрытое в Томске уголовное дело Где бывший начальник областного управления МВД Митрофанов Проходил свидетелем Было возбуждено снова И, возможно, оно будет передано в Москву В таком случае помочь своему другу Начальнику следственного комитета Томской области Владимиру Литвиненко Будет гораздо сложнее Если сейчас ничего не будет сдвигаться в лучшую сторону То есть наводится порядки Ни в следственном комитете, ни в прокуратуре, ни в судах То, соответственно, люди в Томске, в Томской области От коррупционного бездействия Следственного комитета, прокуратуры и ОМВД Просто воют сейчас А от судей-то как воют Это просто невыносимо Все пострадавшие, которые сейчас увидели Что можно попасть на прием К высшему руководству Быстрее, чем к нашим То, соответственно, поедет Значительно больше людей Если ничего не будет меняться в Томске, в Томской области Как стало известно нашему медиапорталу Властями в Томске было сделано все возможное Чтобы на прием к московскому ревизору Попало как можно меньше жителей города Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату Если вы столкнулись с беспределом в суде Если вы испытываете незаконное уголовное преследование Если вы встретились с произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию Может чиновникам есть чего скрывать Похоже, в Томске власти и правда боятся только Москвы И очень не хотят выносить мусор из избы Но кажется, этого мусора скоро станет так много Что его заметят и в столице Если уже томичи готовы бросаться под колеса московских начальников В последней надежде изменить хоть что-то Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату Если вы столкнулись с беспределом в суде Если вы испытываете незаконное уголовное преследование Если вы встретились с произволом чиновников Если вам есть что рассказать Звоните в редакцию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok